Евгений Лукьянчук 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 Все касается и меня. Я интересуюсь ими больше, наверное, чем другими, и я уже достаточно много знаю о этих винах, я всегда слежу за новостями, за всем, что делают наши лучшие винодельни. Ну, что-то там, Аня, это, знаете ли, это бренд, это всегда привлекает, собственно, виноград, огромное количество виноградников, на данный момент уже 11 тысяч гектар. Вы мне хотя бы рассказали, а то я не знаю, я тебе придумала сама. Так, ну, а вы хотели бы у меня работать? Конечно. Почему? Это моя цель, я хочу работать в лучшем ресторане нашего города, а это ваше ресторан. Правильно, это правильно. Вы знаете, сегодня вечером у нас большая группа моих коллег, друзей, до этого у нас была китайская делегация, потом были артисты из театра Ермоловой, сегодня такие, знаете, поэты-хипстеры, но мне хотелось бы их удивить. Вот выберите, пожалуйста, что из этих строк вам больше нравится, и можете вот прочесть мне, как вы начнете этот вечер. Либо то, либо то на выбор, знаете, так красиво, чтобы они послушали и дальше захотели с нами остаться. Да? Ну, если хотите, вы можете встать, как вам удобнее эта сцена. Конечно. Да пребудет вино неразлучно с тобой, пей с любою подругую из чаши любой виноградную кровь, ибо в черную глину превращает людей небосвод голубой. Сразу видно, Питер, выбор очевиден. Спасибо. Спасибо. Хорошо, ну потом сможете, да, вечером выучить наизусть? И так вот, да? Естественно. Хорошо. После выступления я вам еще дам на две секундочки, будете рассказывать наизусть. Хорошо? Вот, а теперь давайте о главном. Итак, самое знаменитое высказывание «Инвина Веритас». «Инвина Веритас» «Инвина Веритас» «Инвина Веритас» «Инвина Веритас» И дальше мы знаем продолжение. «Истина в вине» «Истина в вине» «Истина в вине» «Истина в вине». Вот эта концепция мне подходит. Я вот этого сопротивлялась очень. Вообще, если «аквасонит» и «здоровье в воде», но я вот как бы… Ну, это мы же сегодня пророссийские вина. Да. Латынь. Абсолютно согласна. Прекрасно. Время прошло. Встречаем Евгения. Рад приветствовать вас. Могу предложить вам аперитив. Может быть, мы начнем с минеральной воды, чтобы освежить рецепторы. Давайте, наверное, тихую, не холодную. Хорошо? Пожалуйста, это наша лучшая российская минеральная вода «Байкал» с глубины 430 метров из Восточной Сибири. Отлично. Конечно. Она очень помогает освежить рецепторы. У нас сегодня небольшое семейное торжество, и мы бы хотели, чтобы вам приготовили хорошую бутылочку красного вина. Конечно. Российского. Через пару минут я вам ее принесу. Ждем. Пожалуйста. Пожалуй, на данный момент 2014 года урожай лучший в России. Я вам предлагаю российское вино из региона Кубань, зона виноградерства «Новороссийск». Великолепная семейная винодельня «Сикоры», 2014 года урожай, сорт винограда «Каберне-совиньо». Выдержанное вино, как вы думаете? Да, конечно. Оно выдержалось в бочке, естественно, чтобы округлили станины, чтобы она стала более мягкой. Давайте попробуем. Я хорошо знаком с этим вином, и очень часто я его аэрирую, чтобы помочь ему раскрыться. Расскажите, вот у меня супруга любит выходить в белых нарядах, а если накапнет красные капли вина, что делать, если срочно что-то быстро? Вы знаете, у нас есть своя прачечная, мы всегда поможем эту оплошность исправить. Есть в качестве альтернативного варианта на красное налить белое вино, но мне кажется, что это будет очень неестественно выглядеть в нашем ресторане. Вот ваш менеджер не рассказывал про прачечное ничего. Мы работаем, работаем, совершенствуемся. Полный сервис. Аромат пробки чистый без дефекта, пожалуйста, можете в этом убедиться. А бывают дефектные пробки, да? Дефектные пробки бывают. Вы знаете, дефект пробки, к сожалению, может встретиться в любом вине. От этого никто не застрахован. С вашего разрешения я проверю вино в состоянии вина. Оно в состоянии? Оно в отличном состоянии. И как вы уже говорили, я помогу ему раскрыться. Вино великолепное. С вашего позволения я его проверю. Оно раскрылось. Вино гранатового цвета с кирпичным оттенком. Интенсивность цвета средняя. В аромате вина оно раскрывается черными и красными ягодами. Также можем чувствовать ароматы черной смородины, ежевики. Также есть ноты перца. Черного, белого перца. Во вкусе вино готовы? То есть завтра уже нельзя? Конечно. Нужно пить обязательно сегодня. Хорошо. Я вижу осадок. Останавливаю мою декантацию, аэрацию. По вкусу вино полнотелое. Очень свежая, хорошая кислотность. Могу я, с вашего позволения, дать попробовать даме? Давайте. Пожалуйста. Хорошо. Патриархат. А скажите, вот мы просто сидим, обсуждаем, Кобернес с Савиньоном смешали или Кобернес с Савиньоном смешали или как это? Пожалуйста, попробуйте. К этому вину я бы посоветовал блюдо русской кухни говядина по-строгановски с картофельным пюре. И также к нему идеально подойдет мясная нарезка из оленины, говядины и бризаолы. Совширное меню в ресторане. И я бы еще добавил сыр, выдержанный Левкодийский резерв. Пожалуйста, хорошего вечера. Спасибо. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане. Могу я предложить вам на аперитив минеральной воды? Знаете, мы со своим пришли. Да, я хотела вам сказать, что мы не пьем русское вино. Потому что все газеты, телевидение, все говорят об одном, и я склонна верить. Это порошковое вино. Мы принесли свое вино, мы много путешествуем, мы собрали такие разные интересные, нам показалось, образцы. Но мы их разлили, а официанты перепутали бокалы. И нам сказали, что вы хороший специалист, и что вы нам поможете определить, где русское, а где нерусское. Конечно. Это же моя профессия. Вот здесь бокалы восемь. Если вам не сложно, вы можете в одну сторону отставить русское, а в другую нерусское. И вы нам объясните, как вы определили, что это то или это. Хорошо. Потому что мы любим вино, но мы школы не заканчивали. Винодельческих. Хорошо, конечно. Винодельческих. Скажите мне, пожалуйста, пять минут. Ну, среднюю-то я закончила. Так, образец номер один. Вино очень насыщенное. Свежее. Я чувствую минеральность. Кислотность достаточно средняя. Я думаю, что вино из региона с жарким климатом. Позвольте отправить мне его в Россию. А вы скажете, из чего оно сделано? Я могу предположить, что это молодой рислинг 2015 года. Второе вино. А почему все выплевывали, а вы не выплевываете? А как я могу понять вино, если я его не буду попробовать? Это же самое важное. Я должен его чувствовать. О, заливает. В себя. Это, скорее всего, сорт винограда мускат. Кислотность средняя. Я думаю, тоже это вино с региона может быть прибрежного, потому что я чувствую некую минеральность. Отправим его в Россию. А кислотное, это что, изжоги не будет или будет? От кислотности изжога будет или не будет? Конечно, не будет. Кислотность здесь средняя, чуть ниже среднего. А если высокая, то все. А если высокая, то нужно быть аккуратным и обязательно сопровождать ее некими блюдами некой кухни. Спасибо. Я же тебе говорила, белая к рыбе, красная к мясу. Я всегда сопровождаю содой и молоксом. Знаете, третий образец. Черное. Знаете, вино белое. Я в этом уверен. В ароматике очень много бензольных нот. Очень высокая кислотность, про которую вы говорили, от которой не будет изжоги, если очень аккуратно к нему относиться. Но есть бензин. Да, я отправлю его в вина Старого Света. Не Россия. Итак, четвертый образец. А из чего оно? Из бензина? Нет, это такой сорт винограда, который дает после двух-трехлетней выдержки в бутылке некие ароматы. Это Шардоне? Нет, это Рислин. А. Не, ну говорит, значит, знает. Вы знаете, есть стойкое ощущение, что образец номер четыре – это тот же, что и образец номер три. Это тот же Рислин с теми же бензольными нотами, только в профиль, поэтому я отнесу его также к Старому Свету. Пятый образец. Уважаемые гости, я вижу, я скоро к вам подойду. Буквально пять минут. Знаете, достаточно знакомое вино. Я почти уверен, что это сорт винограда Каберне Савиньон. Хорошая кислотность. Китанины очень бархатные. Это хорошо? Конечно, хорошо. Это очень гармоничное вино, очень сбалансированное. Оно подойдет к очень многим блюдам, и я бы его рекомендовал к нашей русской кухне. Соответственно, я отправлю его в Россию. Образец номер шесть. Вы знаете, есть такое сочетание сортов винограда – бордо-бленд. Ругается. Это Каберне Савиньон, Мерло, может быть, Птивердо, Каберне Фран. Вот, скорее всего, это он самый. И я бы отправил его тоже в вина Старого Света, не Россию. Значит, образец номер семь. Вино очень яркое. Ароматика, можно сказать, выпрыгивает из бокала. Очень похоже на вина Нового Света. Например, чилийские вина. Может быть, это сорт винограда Карменер. Я отправлю его не в Россию. И образец номер восемь. Очень интересный, сложный. Позвольте мне предположить, что это очень хорошее российское вино. В составе здесь точно присутствует Каберне Савиньон. Я его отправляю в Россию. Я обязательно еще к вам вернусь. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Но это хорошее вино. Они великолепные. Все-все-все. Вы знаете, это миф. Пожалуйста, приходите в наш ресторан ко мне. Я вам расскажу про все российские вина, про все технологии. Берите стульчик. У меня есть блокнот. Расскажите. Прошу прощения. Обязательно к вам еще вернусь. У меня есть гости, к которым я тоже должен подойти. Пожалуйста. Одна нога здесь, другой след простыл. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Евгений. Я сомелье. Могу я вам предложить миральной воды? Добрый вечер. Воды можно. Хорошо. Пожалуйста, ваши бокалы для воды. Добрый вечер. А как вас зовут? Меня зовут Евгений. Я же представился. Мы вот с коллегой пришли из театра Ермоловой. До этого были в консерватории. Очень приятно. Еще в библиотеке. Очень приятно. Мы его вообще не пьем на сегодня. Мы хотим познакомиться с девчонками. Это так мило. И мы хотели… Я очень рад. Я вам обязательно помогу. И мы хотели… Хотели немного выпить. Хорошо. Что бы вы хотели выпить? Водочки. Водочки. Водочки? Да. Извините. А как вы смотрите на то, что я вам предложу идеальный аперитив, который поднимет вам настроение в виде… Кристового вина. Аперитив в водочку. Вы знаете, если вы попробуете на аперитив в водочку, вы потом ничего не поймете. И вряд ли вспомните тех девушек, которые к вам придут. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы были в библиотеке и в консерватории. Игристого. Ну, нужно начать. Начать с игристого. Тогда подай красиво, и чтобы понятно все было. Сию минуту. Прошу прощения. Могу вам добавить немножко вина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я оставлю декантер у вас на столе. Также такое великолепное вино украсит ваш стол в течение всего вечера. Пожалуйста, можете его наблюдать. Прошу прощения, могу забрать у вас пробку? АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, ваши бокалы под игристое вино. Спасибо. Вам так удобно? Если можно. Вот так. Мы обязательно к этому вопросу вернемся. Прошу минуточку вашего внимания. Я рад представить вам лучшее российское игристое вино на данный момент. Это Шато Тамани Резерв. Выдержанное. Сорта винограда Пинаблан, Рислинг и Шардоне. Это вместо водочки? Конечно. Это поможет вам поднять настроение. Я повторюсь. Категория Брюд. Урожай 2015 года. А вы про девушек помните? Про девушек? Да. Конечно. Вон те две. Хороши. Добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста, рад приветствовать вас у нас на ресторане. Одну секундочку, я сейчас закончу подачу. Это очень быстрый процесс. Я расскажу буквально два слова. Ну, я с молодых людей начну, а потом перейду обязательно к вам. Прошу прощения. Аромат пробки чистый, без дефекта. Аромат пробки? Конечно. Все имеет аромат, даже пробка. Можете в этом убедиться? С вашего позволения я проверю состояние вина. Вино отлично. Могу я предложить вам попробовать его? Если можно. Конечно. А в вине нет запаха пробки? Нет. Вино в отличном состоянии. И мне сразу. Да, конечно. Извините, пожалуйста. У меня есть вам такое предложение. Может быть, оно покажется вам немного нестандартным. Интересно. Но молодые люди хотели начать с водки. Я предложил им начать с игристого вина. Давайте проведем эксперимент. Какой? Начать с игристого. Я хочу предложить вам водочку. У нас есть замечательная водка от дома Романов. Это что-то необычное. Потому что создавал ее потомок императорского... Потомок семьи Романовых. Я согласен. Да? Что вы думаете по этому поводу? Я совсем водку не хочу, правда. Я ехала, вот прям мечтала выпить бокал шампанского. Давайте я вам попробую. Вот просто чуть-чуть. Сыр. Такая вкуснятина здесь. Она очень мягкая. Знаете, она фильтрована была через березовый уголь. Она сделана на альфа-спиртах. Она из стопроцентной пшеницы. Альфа-спирты это что? Это самые лучшие, самые качественные очищенные российские спирты. И стопроцентная рожь. Вы представляете, бывает стопроцентная шардоне и здесь стопроцентная пшеница, извините. АПЛОДИСМЕНТЫ Я дам вам только попробовать. Если вам не понравится, мы продолжим беседу. А вы любите водку? Вот вы же Сомелье. Почему вы мне предлагаете водку? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот недавно столик мне сказал, что, а почему вот до этого ваши коллеги не пили, а вы пили? Потому что я люблю водку. Ну, Сомелье обычно предлагают вино. Вы мне предлагаете водку. Почему? В данной конкретной ситуации. Потому что, возможно, после этой бутылочки игристого вина молодые люди тоже перейдут на водку. И тогда, знаете, вы будете на одной волне. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне кажется, это будет уместно. АПЛОДИСМЕНТЫ А что вы мне предложите вот такого вкусненького дамского к водке? Вкусненького дамского к водке? Да. Может быть, я вам предложу чёрную икру в яичной кашке с трюфельным маслом. И это будет всё подаваться в яичной скорлупе. И я назову это яйцо в яицах. АПЛОДИСМЕНТЫ Это очень заманчиво звучит. Не могу не согласиться. Ладно, давайте. Несите. А потом обязательно шампанского, ладно? Молодые люди, я также вам хотел порекомендовать чёрную икру с традиционными гарнирами. Вы нам вот этих девушек порекомендуйте, пожалуйста. Можно, вот, пожалуйста, просьба, подарите им вино вот на свой выбор. Вот от нас с другом. Вот так, чтобы мы понимаем, разбираем. И сразу расположи к нам. Вот прям вот ничего делать не надо. Вот прям чётко. Извините, можно вопрос? Да. А почему вы сидите с дамой и другом? Это сестра. Сестра. Спасибо. Я им помогаю. Хорошо. Они очень роткие. Хорошо. Поэтому прошу. Извините, пожалуйста, за ожидание. Вот она, та самая водка Романова, о которой я говорил. Смотрите, есть автограф господина Бернадотта. Очень деликатный выпуск. Пожалуйста, наслаждайтесь. А мы не заказывали вино. Знаете, я хотел вас удивить. Пустыми бокалами? Вау. Вы же пришли получать удовольствие сегодня. И чего? В том числе и от российского вина. Стекло. Здорово. У нас сейчас в ресторане присутствуют большие эксперты в российских винах. Вы? Не только я. Соседний через один столик. О, боже мой. Решили сделать вам сюрприз. Сейчас я вам подам великолепное российское вино. А это что? Пожалуйста, я сейчас хочу сделать так, чтобы вы поверили в российское вино. Я уверен, что при помощи вина из Краснодарского края, из региона Кубань, из зоны виноградарства Таманский полуостров, производитель Шато Тамань, сорт винограда Шардоне. Почему они? А вы сказали, тут у нас есть русские виноделы. Они не виноделы, они специалисты. Они очень большие потребители, они все знают про российские вина. В принципе, да, видно. Урожай 2015 года. Вино называется Шато Тамань Резерв. Это выдержанное вино в дубе. Сорт винограда Шардоне очень популярный. Я думаю, что вы пробовали различные вины из этого сорта винограда. Да. Я люблю Шардоне. А почему не Изабелла? Изабелла? Вы знаете... Такое хорошее вино очень русское. Очень хорошее. Оно полусладкое. У него такая славная история. Мне так нравится. Вы же любите сухие. Кто вам сказал? Европейские. Европейские практически все сухие. Я люблю полусладкое. Вы любите полусладкое? Да. Оно вкусное. Вы знаете, но вы и полюбите и сухое Шардоне от Шато Тамань. И смыслое. Звучит как угроза. Пробки чистые, без дефекта. А вы по пробке можете что-то понять? Конечно. По пробке можно понять, вино с дефектом или нет. Извините, пожалуйста, я вам презентую пробку. Это тебе. Я проверю вино, состояние вина. Вот смотри, опять себе наливает. Нам прислали бутылку, он бьет. Извините, пожалуйста, но я же должен проверить его качество перед тем, как подавать его вам. Вино в отличном состоянии. Этот сорт очень популярен во всем мире. Я бы сказал, что вино насыщенного, золотистого цвета с соломенным оттенком. В аромате оно раскрывается тропическими фруктами. Также я чувствую, что оно выдержки от дуба. Это сливочные тона. Недорогое, значит. Знаете, вы меня опередили. Я хотел сделать это в выводе, но это идеальное вино по цене и качеству. Пожалуй, на данный момент... Значит, дешевое. Знаете, во вкусе оно полнотелое, кислотность, уровень очень хороший, и послевкусие среднее. Не, ну может и хорошее. Поскольку вы даете больше всего комментариев, могу я дать вам именно вам. Могу попробовать? Сейчас подругу сначала через ВИВИН. Давайте. Откуда ты знаешь? Я же вижу. Давайте я сейчас проверю, какой вы сомелье. У меня тут все записано. Этикетку будьте добры. Пожалуйста. Вы знаете, можно сколько угодно проверять через ВИВИН, но лучше всегда обращаться за помощью к профессиональным обученным сомелье, таким как я. АПЛОДИСМЕНТЫ ВИВИН 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 Пожалуйста, наслаждайтесь. Евгений, а можно попросить встречный жест? Раз уж моим дамам здесь предлагают. Конечно. И я хотел бы твои замечательные блондинки, потребляющие водку. Безустанно уже третий день, насколько я наблюдаю. Предложите, пожалуйста, бокал вина, но презентуйте так его, опишите, пожалуйста, вино, чтобы, ну, как минимум я ушел с номером телефона сегодня. Сейчас сделаю. Спасибо. Вы знаете, можно я сделаю такой хитрый трюк? Я предложу им это вино, но не скажу о том, что это именно то вино, которое они вам передали. Евгений, вы мне начинаете нравиться. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Так сказать, обратная реакция на вашу бутылочку великолепного вина. Это я хотел презентовать для вас бокал вина. Для меня? Конечно. Знаете, это будет вино-загадка, и я просто хотел бы, чтобы вы оценили его качество. Это девушки мне послали вино? Благодарность за таких парней? Там великолепный молодой человек. Да что вы говорите. И именно от него... Ах, вот он и что. Хорошо. Пожалуйста, попробуйте, все ли в порядке с ним, нравится ли оно вам. Я хорошо с этим вином знаком. Это... Как вы думаете, какой это сорт вина? Какой это сорт винограда? Я совсем не разбираюсь в вине. Извините, я подскажу вам. Это шардоне. Вино золотистого цвета с соломенным оттенком. Очень насыщенное в аромате. Очень богатый вкус. Очень хорошая кислотность. Очень долгая послевкусие. К вашей сырной тарелке, кстати, оно идеально подойдет. Это любимое вино Евгения Вячеславовна. Ну, Евгения. Юлиана Вячеславовна. Могу я сейчас прямо подать для нее бокал? Конечно. Конечно. Пожалуйста, для вас бокал вашего любимого шардоне от Шатон Тамай. Да? Ну, а я хотела бы, чтобы вы мне описали. Я в вине не очень разбираюсь. Мне сегодня на ужин с друзьями. Вы поможете? Ну, тогда ладно. Артур Георгиевич, ну вы-то мне уже в конце концов нальете. Что? Бокальчик для меня. Да, сейчас одну секундочку. Вот. А вы тогда описывайте. Хорошо. Это вино белое, тихое. Золотистого цвета с соломенным оттенком. Интенсивность цвета средняя. В аромате вино чистое. Извините, я вернусь к цвету. Чистое, без дефектов, без газа. Блестящее, прозрачное, без осадка. Это я вижу. В аромате вино раскрывается тропическими фруктами, сливочными нотами. Сливочное масло. Чувствуете ли вы в нем некую благородность? Да, я чувствую, это мое любимое вино, но мне просто надо правильно научиться говорить. И вы знаете, да, я хотел еще отметить, что это аромат развитого вина. Скажите, на этикетке всегда я вижу надпись, не всегда у этого вина, я вижу надпись резерв. Это что? Выдержанное. То есть сегодня вот у меня, да, рассказываю, как вы сейчас сказали. Конечно, то, что я описывал, сливочные ноты, масло, даже багет, корочка багета, это... Это тоже можно описать. Для меня? Это именно про выдержку в бочке. И вам тоже? Да. Давайте попробуем. Седовое. Во вкусе очень хорошая кислотность. Вино в средней теле. Я бы сказал, что послевкусие сливочное, продолжительность его средняя, и в послевкусии я чувствую пикантную горчинку лимонной косточки. Вино гармоничное, сбалансированное. Знаете, вот я хотел вам предложить... Не поройте. Обязательно еще одно вино помочь. Некая слепая дегустация очередная. Почему слепая? Я же не видел, из чего вы мне наливали. Значит, вино игристое. У меня такое впечатление, что вы здесь на двоих соображались. Нет, мы работаем. Неплохо, я бы сказала. Вино игристое. Цвет тоже золотистый, тоже с соломенным оттенком. Интенсивность цвета средняя. Чистое, блестящее, без дефектов, без осадка. В аромате этого вино чистое, без дефекта, также в аромате. Интенсивность аромата средняя. И в аромате преобладают здесь ноты, бриошь, масло также, хлебушек. Чувствуете такой вот свежий хлебушек? Бриошь чувствую. Больше бриошь. Ну, аромат развитого вина во вкусе. Очень хорошая освежающая кислотность. Оно питкое достаточно. У него очень продолжительное послевкусие. Значит, оно очень гастрономичное. К этому вину я посоветовал бы блюда нашей русской кухни. Например, кулебяка с лососем и судаком. Отлично. И также здесь будет уместно камчатский краб по-романовски с соусом из шампанского. Евгений Лукинчук. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ